Более 50 российских банков попали под очередные санкции США. Чем это сейчас грозит, чем это плохо? Напомню, что до недавнего времени уже была отработанная технология у многих, и у физических лиц, и у юридических лиц, использование банков так называемого второго эшелона, то есть небольших банков, для проведения платежей за рубеж. Брались рубли, отправлялись именно рубли платежом в дружественные страны, где есть рублевые счета у банков. То есть это и Киргизия, Казахстан, Грузия, Сербия и целый ряд других государств. Там деньги конвертировались в доллары или евро уже в зарубежных банках и отправлялись далее. Чем грозит сценарий, когда большое количество именно банков второго эшелона попадает под санкции? Мы прогнозируем, что большое количество зарубежных партнеров, то есть банки дружественных даже стран, будут отказываться проводить такие платежи, либо очень серьезно увеличивать сроки комплайнса, прохождение платежей, которые и сейчас достаточно уже долгие. То есть определенно это ударит по всем клиентам и физическим, и юридическим лицам, и останется меньше возможности проведения платежей. Обращайтесь к нам за консультациями. Мы специализируемся на проведении финансовых операций, так что подскажем вам, как даже в сегодняшней сложной ситуации проводить платежи и осуществлять переводы.